Всех приветствую дамы и господа, сегодня очередной ролик по Majestic RP 7 сервачок, сегодня в видео мы затронем такую тему как семья, а именно сколько стоит ее создать, сколько она приносит денег, какие контракты есть и так далее. Ну а привет ночам ролика, как всегда всем желаю приятного аппетита, всем желаю приятного просмотра и также если ты хочешь играть со мной в Majestic, то вводи при регистрации промокод Haman или же уже в самой игре sls.promo.haman, который даст тебе платину VIP и 20 тысяч игровой валюты. Ну а мы переходим к видео, итак смотрите, чтобы создать семью нужно иметь при себе дом, дом нужно иметь минимум 4 гаражных места, покупаете дом, едете получается в мэрию и покупаете саму организацию, а теперь на наглядном примере я покажу вам получается как это все делается, вот вы в мэрии, покупаете организацию у NPC именно, да создать, у вас вылазит такая табличка, то что ваш дом получается сколько оплата в сутки и так далее, на 7 дней 105 Majestic стоит, да, ваш дом переходит в семью и вы теряете свой дом, то есть ваши места все пропадают, потом вы вводите свой тег, свое название организации, основной цвет, стиль планшета и так далее, то есть вы вводите свое лого семьи, создаете вы за 3 миллиона и 105 Majestic коинов, как в принципе и писалось, создаете все, дальше мы переходим именно к контрактам. Итак, после того как вы создали семью в мэрии, вам будет доступно 4 контракта, после выполнения этих 4 контрактов 5 раз, вам доступно будет 5 контракт, это будет заключительный контракт, а сейчас я вам расскажу именно какие контракты вам будут доступны, сколько они будут получать, сколько они стоят активации. Итак, первый контракт это рыба, активация стоит 20 тысяч, платит 140 тысяч, для этого нужно 80 килограмм рыбы, вы можете как сами наловить, так можете и купить, если вы сами ловите, то вам нужна наживка получается и удочка, езжайте на рыбалку и ловите 80 килограмм форели, после чего сдаете и получаете вашу прибыль, если не хотите, то можете купить, примерно это стоит 1 к 1, то есть 1 тысяча 1 килограмм рыбы. Переходим к второму контракту, это у нас кабельщик, кабельщик у нас стоит 20 тысяч также активации и приносит также 140 тысяч, но здесь нужно 5 человек, чтобы выполнить этот контракт, то есть 5 человек езжают в порт, загружают ящики 30 штук и отвозят на сдачу, каждый должен сдать по 30 ящиков, итого 5 человек, после этого вы получаете свои 140 тысяч, вы можете как и нанимать людей, так можете и свои семьи брать. Приходим к третьему контракту, это свадебный банкет, активация стоит 5 тысяч, плачет 40 тысяч, но здесь нужно закупаться вином, который стоит по полторы тысячи, вам надо 10 штук, то есть 15 тысяч, итого получаем 15 тысяч мы тратим на вино и 5 тысяч мы тратим на покупку активации этого контракта, мы тратим 20 тысяч и получаем 40, то есть чисто мы получаем и 20 тысяч. Также можно выполнять самому как и рыбу. Третий контракт, а точнее четвертый контракт, мы делаем это 415 базы ответе, стоит он также 1000 долларов активации, платит 60 тысяч, но здесь также как и с вином нужно закупаться рацией. Хорошо будет, если у вас будет свой магазин 24 на 7, где вы можете сами себе покупать, либо же договариваться с хозяином этого магазина, потому что мы закупаемся допустим по 200 за одну рацию, а нужно 10 штук, это 22 тысячи. Если у вас свой, то вам приходит кэшбэк, у вас это выходит дешевле, либо договаривайтесь с хозяином, чтобы он делал кэшбэк, то есть сами посчитайте, активация стоит 1000, платит 60 и 22 вы тратите на покупку рации. И пятый контракт, это самый замедленный контракт, это шахта, то есть тут у нас получается 5 различных компонентов, у нас есть железная руда, у нас есть серебряная руда, у нас есть медная руда, у нас есть оловянная руда, у нас есть золотая руда. Для выполнения также требуется 5 человек, цена активации 25 тысяч, награда, то есть получение, если вы сдаете железную, вам упало, там родом нападает, если вам упало железная, то получаете 120 тысяч, если получаете серебряную, то 120 тысяч, если падает медная, то 140, если падает оловянная, 155, если падает золотая, 180, но золотую очень сложно выкопать. Если остальные компоненты можно легко накопать, то золотую очень сложно. На этом, думаю, контракты мы заканчиваем, переходим в функционал семьи. Итак, функционал семьи, смотрите, заходим в планшет, в нашу семью, вот такой у нас планшет, здесь информация о всей семье, сколько осталось до оплаты дома, наш уровень, рейтинг, репутация и так далее. Наш баланс, получается, золотые под участниками, гаражные места, потом коллеги, тут опишутся все наши, получается, кто в составе состоит, в данный момент у нас 23 человека. Ну а если вы хотите с нами также в нашей семье находиться, зарабатывать, то я вам оставлю ссылку в описании на наш дискорд, заходите, оставляйте заявку и модерация рассмотрит вашу заявку. Мы переходим дальше, значит, смотрите, у нас получаются настройки, здесь вы можете должности принимать, делать, допустим, у нас участник, ничего не может, контрактник, который принимает в организацию, делать контракты и так далее. Старший состав, зам лидера и сам лидер, то есть, потом переходим в транспорт, здесь у нас получается 4 транспорта, потому что у нас 4 гаража. У нас находится мой Хелион, получается, спринтер, Мерседес В класс и второй спринтер. Это для начальных левого дальнобоя, это уже со второго левого дальнобоя, это мы делаем по контракте, то есть, мы складируем все, это у нас как склад получается. Дальше, на склад, то есть, тут все пишется, кто чего взял, кто чего сделал, управление балансом, здесь вы можете пополнить, снять баланс, получается, также пишется балансы за контракты, если я гляну, то вот я последний контракт сделал 140, завершил контракт номер 1, 4, номер 2. Примирование, пишите значение, выплатил, получил, комментарии и так далее. То есть, вы можете выписывать премии, к примеру, получается, лидер, видите, выписывает за долг. Долг, это значит, что мы скидывались на дом, либо там на машину, либо что-то еще, и он с контракта уже выписывает им премию в виде долга. Также, мы выплачиваем премию за рыбу, чем больше вы сдаете рыбу, тем больше у вас премия. И те самые контракты, которые я вам говорил, 5 штук, кабельщик, свадебанкет, рыбный день, база ответе и шахта. Про них, в принципе, я вам рассказал. Давайте перейдем в наш гараж, посмотрим, что у нас в гараже. В гараж заходим, у нас находят 4 машины, то есть, получается, 2 спринтера, V-класс и Helion. Допустим, вот я сажу V-класс, у меня забагалось, я не могу сесть в V-класс. В общем, вы садитесь в V-класс, нажимаете E и выходите с гаража и уже пользуетесь машиной. У нас есть в дискорде специальный отчет, где, допустим, я взял машину, пишу то, что я взял машину, ворачиваю машину, пишу также отчет. Ну, а на этом, думаю, мое видео будет заканчиваться. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, дизлайки, ну и пишем комментарии. И под выдачу денег я с вами прощаюсь.